В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лола. Здравствуйте! 26 ноября Абхазия отмечает один из главных государственных праздников – День Конституции. С этим днем народ Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. В поздравлении, в частности, говорится. Основной закон, закрепляющий суверенитет, демократический и правовой характер абхазского государства, был принят первым парламентом Республики Абхазия во главе с выдающимся национальным лидером Владиславом Ардзимба. Историческим выбором нашего народа была поддержка Конституции на референдуме 3 октября 1999 года. Конституция создала прочный правовой фундамент, на котором строится все здание абхазского законодательства. Президент подчеркнул, что Конституция – это не просто набор правовых форм, но и последовательная стратегия развития Абхазии, целостная основа укрепления общественного согласия и стабильности. Президент рассчитывает на то, что конституционная реформа, которая последовательно реализуется, откроет новые возможности для укрепления абхазского государства и развития общества. Об этом говорится в поздравлении главы государства. В каких условиях создавалась новая Конституция? Кто принимал участие в работе на дни? Какое давление оказывалось на депутатов Верховного Совета? Как идут конституционные преобразования? Об этом мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним основные события недели. Ирина Аржева с обзором. Ключевая тема недели. Корпус более ответственно подходить к рассмотрению таких важных для государства вопросов, как формирование конституционного суда. По словам президента, цитата, отсутствие мнения у депутата по такому важному вопросу, как формирование конституционного суда, говорит о многом, в том числе о его гражданской позиции. На этом же заседании депутаты путем тайного голосования избрали на должность уполномоченного по правам человека юриста Дмитрия Маршан. В понедельник в Сухуми прошел митинг в поддержку Сирийской Арабской Республики и действий России по поддержанию мира в регионе. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет по репатриации. Абхазия призвала ООН принять резолюцию, подтверждающую приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Сирии и использовать только мирную инициативу по политическому регулированию сирийского кризиса. На очередном заседании Кабинета министров члены правительства перенесли дату окончания срока действия абхазских паспортов старого образца на 31 декабря 2018 года. Члены правительства также снизили вывозные таможенные пошлины на орех и ограничили ввоз цитрусовых с целью реэкспорта мандаринов, выращенных за пределами Абхазии с октября по март включительно, то есть на полгода. Итоги работы Следственного управления и отдела дознания МВД Абхазии за 10 месяцев, а также комплекс мер по улучшению показателей работы следственных подразделений, обсуждались на совещании в МВД. Так, за 10 месяцев текущего года следственными подразделениями МВД направлены в суды 170 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 99 человек, из которых 86 арестованы. По итогам совещания министр внутренних дел Аслан Кубахия поручил усилить работу оперативных подразделений и госавтоинспекции, а следственные органы и отделы дознания укомплектовать опытными специалистами. Вместе против ДТП. Акция с таким названием прошла в Сухуме 24 ноября на набережной Махаджира Фудромтеатра. Мероприятие инициировали администрации президента, компания Квафон Джейсэм и профессиональный автогонщик Дмитрий Гвазава. Главная его цель – привлечь внимание общества к проблеме ДТП, которая в последние годы приобрела масштабы национального бедствия. На площади перед драмтеатром были выставлены профессиональные болиды и искореженные в авариях машины. 38-й раунд женевских дискуссий по стабильности в Закавказе пройдет 13-14 декабря. Повестка дня очередного раунда обсуждалась в Медиабхазии с министром иностранных дел Дауром Ковы и сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе от ООН, ЕС и ОБСЕ Гербертом Зальбером, Антитурунаном и Гюнтером Бехлером. Состоянию банковской системы была посвящена пресс-конференция, которую провел председатель Нацбанка Беслан Барателия. Комментируя итоги работы банка на 1 октября, он отметил, что можно говорить о повышении доверия к банковской системе и росте экономики. Увеличение средств на счетах клиентов банков могут сделать кредитную политику банков более привлекательной. Объем кредитного портфеля увеличился. Усилиями банка Абхазии шесть коммерческих банков из восьми завершили 2015 год с прибылью. При этом в Сберегательном банке и Гагробанке большой объем невозвращенных кредитов. Задолженности образовались в результате выдачи рискованных и необеспеченных кредитов. Что касается программы поддержки малого и среднего бизнеса, то было профинансировано 10 бизнес-проектов на сумму до 3 миллионов рублей каждый и остальные проекты на сумму до 1 миллиона рублей. О целях и задачах Института Уполномоченного по правам человека в Абхазии рассказал в Арсмира новый омбудсмен Дмитрий Маршан. Он сообщил, что аппарат Уполномоченного будет состоять из отдела по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина информационно-правового и экспертно-аналитического отделов. Главная функция омбудсмена – реагировать на любые нарушения прав граждан со стороны властных структур, сказал Маршан. Задача не из легких, но омбудсмен заверил журналистов, что делает все, чтобы с ней справиться. В Сухуме прошел 10-й северо-кавказский открытий фестиваль кино и телевидения «Кунаки». С 19 по 24 ноября в Музее боевой славы были показаны фильмы, снятые режиссерами из Абхазии, России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Литвы. Фестиваль «Кунаки» основан в 2007 году для возрождения кино в кавказских регионах. В рамках кинофестиваля прошли круглые столы и встречи с участием творческой интеллигенции. В день закрытия были названы имена победителей фестиваля. Гран-при получила лента «Страна УДХ» режиссера Ивана Головнева из Екатеринбурга. Фильм журналистки Манан и Кокускера о проблемах развития абхазского языка отмечен специальным призом за актуальность темы. Фотовыставка, посвященная выдающемуся ученому кавказоведу, государственному деятелю Юрию Воронову, открылась в Сухуме в рамках мероприятий к 75-летию ученого. На выставке представлены более 100 фотографий, которые будут храниться в Национальной библиотеке. Также в рамках юбилейных мероприятий была проведена международная научная конференция «Археологические открытия на Кавказе и в сопредельных регионах. Хронология и интерпретация памятников». Общественно-политическую ситуацию в стране обсуждали участники «Круглого стола» с участием молодых представителей партий и общественных организаций республики. Организаторы встречи партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» и «Демократическая Абхазия», а также общественная организация «Современная Абхазия» ставили перед собой цель попытаться проанализировать возможные пути преодоления существующей внутриполитической напряженности. В Абхазии продолжается вакцинация населения от эпидемии гонконгского гриппа препаратом «Гриппол плюс». Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, вакцинация от гриппа, начатая в республике 14 ноября, идет в штатном режиме. Ни одного случая серьезных осложнений от ее применения, как в среде детского, так и взрослого населения, не зафиксировано. На должность председателя Союза журналистов республики Абхазии открытым голосованием избран генеральный директор телеканала «База-ТВ» Руслан Фашид. Он сменил на этом посту журналиста Владимира Кабба. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас давайте вспомним, в каких условиях создавалась новая Конституция, кто принимал участие в работе над ней, и какое давление оказывалось на депутатов Верховного Совета. Мы обязательно поговорим и о том, как проходит реформирование основного закона. В нашей студии депутат парламента, председатель «Единой Абхазии» Сергей Шамба. Здравствуйте, Сергей Миронович. Здравствуйте. 26 ноября 1994 года уже в новых реалиях, когда Абхазия стала де-факто независимым государством, была принята новая Конституция, был избран первый президент Абхазии Владислав Арзимба. Подготовка к этому заседанию Верховного Совета велась в обстановке строжайшей секретности. Повестка дня не озвучивалась заранее. С чем были связаны вот такие меры предосторожности? Ну, вообще, давайте начнем с предыстории этого вопроса. Как этот процесс развивался, как вы пришли к необходимости принятия новой Конституции. Ну, события, которые были накануне нашей войны, связанные с целым парадом суверенитетов, которые провозгласили многие субъекты Советского Союза, в том числе и Абхазии. После этого Абхазия отказалась от Конституции, как и многие другие, в том числе и Грузия, от Конституции Советского периода, и перешла к Конституции 25-го года, да. Поэтому стал вопрос о новом договоре между Грузией и Абхазией. И в это время, как раз за 2, по-моему, недели до начала войны, мой брат Тарас Шамба, он написал проект договора между Грузией и Абхазией, в котором говорилось, что два равноправных субъекта выстраивают новые отношения и создают новую надстройку. И от парламента нашего, от Верховного Совета Абхазии, было направлено письмо в Грузию за подписью Арзенба, в котором говорилось, что мы протягиваем руку дружбы и надеемся, что наша рука не повиснет в воздухе. Такие были слова в этом письме. В ответ мы получили танки. Началась война, как вы знаете. В период войны он же, вот мой брат Тарас Шамба, он написал проект новой Конституции. Он был опубликован, проект, в газете «Бзыб», в «Бзыб-Кудаутской районной газете». Но тогда было, конечно, не до Конституции и прочее. После войны поступил еще один вариант проекта Конституции, который написал абхазист, живущий в Соединенных Штатах Америки, Инал Казан. Итого вот было два проекта. И Владислав Арзенба после войны создал комиссию, в которую входили Юрий Тарьелович Квициния, Андрей Михайлович Джергения и, по-моему, если не ошибаюсь, Зурабачева тоже входил. Ну, несколько юристов входили, они подготовили новый вариант Конституции, взяли там из этих существующих проектов что-то, что-то еще добавили. В общем, вот в таких условиях мы были готовы к принятию Конституции. Но на самом деле вы правильно сказали, что ситуация была такая, когда шел переговорный процесс. В апреле месяце было подписано соглашение между сторонами, и все были против того, чтобы мы делали какие-то резкие шаги, в том числе и Российская Федерация. Ну, роль Российской Федерации в то время при Ельцине не самая благоприятная для нас была. Вы знаете, что мы и в блокаде в это время были. Нас хотели тем самым все стороны, в том числе и Россия, принудить к какому-то соглашению с Грузией, чтобы исчерпать эту конфликтную ситуацию. И поэтому мы не хотели афишировать, что мы будем на парламенте обсуждать принятие Конституции Новой Абхазии. Но информация все равно просочилась. Ну, понятное дело, что когда готовится заседание парламента, заседание Верховного Совета, много людей об этом знают, и совершенно скрыть эту информацию невозможно. Ну, по мере возможности мы пытались это сделать. Хотя она все равно просочилась, и были попытки как-то повлиять на Владислава Арзенба. Да, вот рассказывали о том, что ему приходилось несколько раз выходить из зала заседания. Он вел переговоры с российским МИДом, где его пытались уговорить не принимать это решение. Да, были такие моменты. Даже есть фотографии, где мы там шепчемся с ним по этому поводу тоже. Ну, как я сказал, была такая попытка. Ну, вы знаете, я вот много лет участвовал в переговорном процессе. Разные ситуации, конечно, бывали. Вот, и даже могу как-то отдельно рассказать о том, как, что происходило накануне признания в 2008 году Абхазии. То есть, это не все так просто, потому что здесь вопрос этот все-таки в повестке дня международной находится. И в то время, особенно в тот период, в процессе урегулирования Грузино-Абхазского конфликта были вмешаны все самые крупные страны мира. Все великие дипломатии российская, американская, британская, германская, французская, ОБСЕ, ООН, международные гуманитарные организации. Все. Самые крупные. Так что, конечно, большое внимание было этому процессу. Сергей Миронович, вернемся к этому памятному заседанию. Может быть, какие-то отдельные детали вы рассказали? Интересно, как вообще проходило заседание? Ну, как это могло проходить? Мы уже, в принципе, все готовы были. Те, кто уже знали, единодушно было принято, с воодушевлением. Ну, какие-то были, честно говоря. Ну, разные мнения были, сейчас не будем об этом говорить. Ну, для того времени, наверное, правильно было взято за основу очень такая сильная президентская власть. И, кстати говоря... То есть, тогда это было оправдано? Да. Наличие сильной президентской власти. Сейчас другая ситуация, мы к этому вернемся. Но самое замечательное, что я могу вспомнить об этом, что я сразу после заседания собрал на своем экземпляре подписи всех участвовавших в этом заседании депутатов. После меня другие тоже начали собирать, но уже всех не смогли собрать. Так что я свой экземпляр, а потом его сдал в музей. Сергей Миронович, у нас есть сюжет на тему принятия Конституции. Давайте вместе посмотрим. Доволься. Конституция – основной закон, стержень суверенно-демократического государства, соблюдение которой определяет уровень правового развития общества, совершенство институтов, защиты прав и свобод граждан, взаимодействие эффективной деятельности всех ветвей власти. Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. В Конституции закреплены ценность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия. Провозглашено распределение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти. Гарантированы права и свободы человека. Во многом благодаря тому, что Ярдзен бы мог разговаривать с руководством России, несмотря на то, что руководство тогда было совершенно другое, однако он мог убедить Ельцина, мог убедить других представителей российской власти в каких-то наших позициях, правоте. Я считаю, что он с блеском это использовал каждый раз. Даже вот часто вспоминается именно 3 сентября 1992 года, казалось бы, проигрышная полностью ситуация. И видите, как он развернул эту проигранную ситуацию уже после переговоров во время пресс-конференции. Он абсолютно переиграл буквально всех, и Шварнадзе, и всех, и расположил в себе, и президента России, и руководство России. 3 октября 1999 года на всенародном референдуме подавляющее большинство граждан Абхазии одобрило первую статью основного закона страны, гласящую, что Республика Абхазия Абсны – суверенное демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. На основе итогов референдума 12 октября 1999 года парламент принял акт о государственной независимости Республики Абхазии. Роль личности, конечно, она велика в истории, но еще раз хочу сказать, что без, конечно, первого парламента ему было бы очень сложно решать какие-то вопросы. В последнее время у нас как-то немножко, знаете, отделяют президента отдельно. Это, я считаю, неправильно, потому что очень многие вопросы решались именно там, коллегиально. И был избран, естественно, президент. Там, кстати, стоит моя подпись о том, что вот он избран в этот день. Это есть документы. Периодически к некоторым конституционным законам вносятся поправки. Один из этапов проведения конституционной реформы – в общем создание конституционного суда, формирование которого, согласно закону, парламент должен завершить к 1 января 2017 года. В соответствии с законодательством Абхазии, судьи конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи конституционного суда утверждаются парламентом по представлению президента сроком на 15 лет. Рината Шакая, Абхазская телевидение. Все ли депутаты проголосовали за новую конституцию, и если бы она в тот момент не набрала необходимого количества голосов, как бы развивались события? Я точно не помню. По-моему, были воздержавшиеся тоже, насколько я сейчас помню. Ну, если бы была бы не принята, значит, нужно было ее дорабатывать и снова выносить. Рано или поздно мы все равно приняли, потому что страна без конституции не может развиваться. Мы должны были определить свой курс, четко заявить на весь мир, что мы хотим и к чему стремимся. И мы там показали, что Абхазия стремится к демократическому развитию. Именно это стало основой нашей конституции. Какая реакция международного сообщества потом последовала? Ну, ясное дело, что непризнание, довольно холодное. Мы, в конце концов, вопреки всему миру, всегда действовали. И в этом наша сила была. Что мы умели тогда противостоять всему миру во имя своих собственных коренных интересов. И сейчас должны это делать, конечно. Именно поэтому построили независимое государство. Это самый сложный процесс, который в мире существует. Построение независимого государства. Конечно, не все гладко. Это понятно, потому что мы учимся на своих ошибках. У нас никогда не было такого опыта. И все-таки есть последовательное движение вперед. Хотя невозможно отрицать, конечно, что есть много недовольства в обществе. И прежде всего оно вызвано тем, что уровня достаточного жизни люди не чувствуют. Но через это мы должны пройти. Нам с неба не свалятся деньги. Их нужно зарабатывать в стране, обществу, государству. Спасибо, нам сейчас помогает Россия в этом деле. Немножко назад вернусь. Мы же какое-то время жили по Конституции 78-го года. Потом в июле, где-то июнь или июль 92-го года решили вернуться к Конституции 25-го года Абхазской ССР. Вообще, к кому пришла идея вернуться к Конституции 25-го года? В то время принять конституционные изменения необходимо было 2 трети голосов. Конституционное большинство. Их у нас не было. И поэтому был такой хитрый ход сделан. Это заслуга Владислава Григорьевича Арзенба. Кто там был с советниками, трудно сказать мне сейчас. Но, во всяком случае, это была его инициатива. После того, как была принята новая Конституция, уже на протяжении последних нескольких лет ведется речь о том, что нужно реформировать Конституцию. Она была принята в сложное послевоенное время. Вы говорили о том, что тогда была оправданная сильная президентская власть. И неоднократно говорилось о том, что нужно перераспределять полномочия между президентом и парламентом, что нужны судебные реформы. Определенные шаги в этом направлении уже были сделаны. По судебной реформе в 2014 году был создан Конституционный суд. Однако на последнем заседании велась кропотливая работа, и дело дошло до парламента. Однако на последнем заседании сессии депутатам не удалось сформировать полный состав Конституционного суда. Почему такое произошло? Там даже была такая курьезная ситуация, когда кандидат от парламента, Томас Кезбани, набрал необходимого количества голосов. Вот немножко об этой ситуации. Давайте поговорим. Лично я голосовал за всех пятерых кандидатов. И печально, конечно, что так произошло. Потому что все пятеро были вполне достойны того, чтобы быть в Конституционном суде, учитывая их опыт и политический, и юридический опыт, и человеческие качества. Я уверен, что это была бы хорошая команда. Но так случилось. Парламент такой орган, где нужно договариваться, консенсусом идти. Видимо, недоработка была какая-то. Значит, надо было нам сесть и договариваться обо всем. Ну, так получилось. Значит, теперь будут представлены новые кандидатуры. Я уверен, что все равно он должен быть сформирован до конца этого года. Президент уже не имеет права представлять тех же кандидатов по закону. Два конституционалиста были парламентом отвергнуты. У нас кадровая проблема. Мы знаем об этом. Не возникнет ли ситуация, что вот... Ну, если это будет бесконечно продолжаться, будут постоянно проваливать кандидатуры, когда-нибудь у нас на основании дефицит, конечно, кадров. Но сегодня еще, я знаю, есть у нас люди, которых можно было бы привлечь к этой работе. Вполне квалифицированных. Чем функции конституционного суда отличаются от верховного суда? Вы можете это проговорить? Нет, но у них совершенно разные функции, потому что конституционный суд должен следить за выполнением закона, комментировать. Ну, очень часто бывает, когда необходимо каким-то законам, законам комментарии сделать, квалифицированные, насколько они соответствуют нашей конституции. И этим должен заниматься конституционный суд как раз таки. Сейчас эти функции выполняет верховный суд? Ну, мы в свое время, да, записали, что верховный суд выполняет функции конституционного суда. А с чем было связано, что до этого у нас не было конституционного суда? Почему так долго мы к этому шли? Ну, вы знаете, во-первых, мы с самого начала считали, чтобы не раздувать, не создавать еще лишний орган, учитывая наши, так сказать, скудные возможности в то время. Поэтому мы и придали эти функции верховному суду. Но все-таки этот орган должен быть отделен от всех других структур. Это одна из ветвей власти, конституционный суд. И сейчас, когда появились такие возможности, мы начали уже обсуждать о том, чтобы отделить его все-таки, придать большее значение. То есть, это очень важно, потому что, знаете, вот могут возникать такие коллизии, как в 2014 году возникли события майские и прочее, когда нужен орган, который поставит последнюю точку. Сергей Миронович, как бы вы оценили ход конституционных реформ? Давайте об этом поговорим. Я уже об этом не раз говорил. Лично я не удовлетворен. Я это открыто говорил, да, и на собрании, которое недавно было, общественность тоже сказал, что многие недовольства в обществе тоже с этим связаны. Я понимаю, что есть объективные причины, но есть и субъективные причины. Многое можно было бы сделать оперативнее и быстрее. Знаете, я давно уже, вот после Владислава Арзенба, предлагал переходить к новой выборной системе по партийным спискам. Почему я это делал? Я это воспринимал как первый шаг к переходу к другой форме политического устройства страны, к парламентской республике. Почему? Значит, ну, во-первых, это дало бы возможность активизировать политическую систему внутри страны. То есть люди участвовали бы в политической жизни через партии. Начали бы конкурировать между собой идеи политические, которые представляют те или иные партии. Сегодня у нас люди идут в парламент и не хотят быть связанными с партиями. То есть депутаты самого высокого уровня политики, которые не хотят быть связаны с партией. А между тем в парламенте партии бы отражали бы, депутаты от партии отражали бы позицию своей политической организации. Сегодня отдельные депутаты, ну, с ними всегда можно как-то договариваться по любым вопросам исполнительная власть. Пока у нас не будет выборов по партийным спискам, у нас не будет реального контроля над исполнительной властью. Это первое. Второе, что должно с этим последовать. Когда в парламент придут партии, я уверен, отсеются многие однодневки и мелкие партии, сформируется какая-то уже реальная политическая картина. Когда эти партии придут в парламент, следующим вопросом станет назначение выборы премьер-министра парламента. Это следующий шаг. Дальше, я считаю, вообще в будущем, конечно, нужно дискуссию общественную по этому поводу организовать. Нам нужно, я так считаю, переходить к парламентской республике. Как это сделали в Грузии, как это сейчас принято решение, и в следующем будет формироваться такая система в Армении. Видимо, на Кавказе все-таки такая единоличная власть, она не очень-то подходит. Ну, мне могут возражать, но я просто скажу, а что может быть хуже? У нас каждые выборы президентские, мы на грани гражданской войны находимся. Ведь так было на каждых выборах, если вы помните. Что может быть хуже этого? Ведь однажды, может быть, защитные механизмы не сработают. А вы думаете, мы сейчас готовы, вот в данный момент перейти к парламентской форме правления? У нас партии очень мало крепких таких, вот скажем. Они никогда не будут крепкие, если мы сверху не начнем вот такие реформы, о которых я вот сейчас говорю. Никогда они не будут крепкие. Потому что исполнительная власть всегда будет доминировать. У нас должен быть баланс власти и власти. Этого можно достигнуть только, если в парламент придут партии, которые независимы от исполнительной власти, которые будут принципиально ее контролировать. Поэтому нужно серьезно об этом подумать. Как реформировать эту систему? Но предлагалась смешанная парламент. Ну, это если мы говорим сейчас о выборах в парламент. И я уже дальше пошел этого. Я уже начал говорить о том, что потом, с моей точки зрения, должно произойти. Вот этот проект о выборах по партийным спискам, он прошел в первом чтении в парламенте. Да, а потом что случилось? Потом он по нашему регламенту давным-давно должен был, уже мы должны были приступить ко второму чтению. Ну, отложили. По причине того, что там была высокая цифра заявлена будущих депутатов. Количество. Количество. Но этот вопрос, я считаю, который можно было бы обсуждать. Отрегулировать. Отрегулировать. Две палаты. Первая, нижняя палата, которая формировалась бы по партийным спискам. И верхняя, как мажоритарная. Причем количество можно было отрегулировать так, чтобы это не очень большие нагрузки на бюджет было бы. Но еще к тому же я хочу сказать, что на самом деле, то количество, которое сегодня есть в парламенте, оно недостаточно, конечно. Потому что все депутаты одновременно работают в двух комитетах. Это во-первых. И затраты на парламент, они не такие уже большие по сравнению с другими структурами в нашей стране. Какое количество депутатов для вас самое оптимальное? Потому что цифры разные предлагались. Ну, я думаю, это все надо обсуждать, конечно. Это просто с потолка же не берется. Нужно все оценить, сколько округов, сколько возможностей у нас для содержания этого органа. Ну, во всяком случае, я вот задумываться начал над тем, чтобы на самом деле две палаты сделать. Которая формировалась бы, с одной стороны, по мажоритарной системе, а с другой стороны, частично, как, скажем, общественная палата. Чтобы там были представители президента, как-то, чтобы было районировано все учтено. А нижняя палата была бы, ну, так же, как сейчас, 35 или, может, даже меньше сделать. Вот, скажем, 33 или 31, непринципиально. А там добавить чуть-чуть. Ну, это было бы не намного больше, чем сейчас. Как бы вы оценили, вот, насколько наша молодежь знает о том, какой праздник 26 ноября и что за день это? Я преподаю в университете, ну, там, конечно, подготовленные молодые люди. Я вот читаю лекции международникам, так что там-то они знают об этом. Как вот это в школе, на уровне школы, хотя у меня внуки тоже в школу ходят, патриотично настроены, кстати говоря. Но я не думаю, что они хорошо знают вот эту нашу недавнюю историю. Ну, это такая общая тенденция во всем мире, что люди очень плохо знают свою историю. Я вот как-то недавно видел по телевизору, когда спрашивали, кто такой Ленин у молодых девушек, вот, примерно вашего возраста, и которые не могли ответить, кто такой Ленин. Вот. Ну, у нас, слава богу, кто такой Арзен, пока знают. И я вот, насколько я вижу, у нас патриотичная очень молодежь. Вполне патриотичная молодежь. Есть хорошие молодые люди, которые хотят участвовать. Именно поэтому вот у нас растут, как грибы всякие партии, организации политические. Молодые люди как-то хотят тоже участвовать в строительстве государства, к сожалению. Как вы, вот, интересно, к этому относитесь? Я хорошо отношусь, и я, когда обращаются, как-то пытаюсь тоже помочь там, организовать какие-то мероприятия. Понимаете, я вижу, что вот некоторые молодые люди вот активно участвуют, а многие, большинство, как-то пассивно участвуют в этой политической жизни. Ну, нужно им какой-то интерес прививать, организовывать. А может это хорошо? Кажется ли вам, что наше общество сильно политизировано? Наше общество всегда было сильно политизировано. У нас любой там крестьянин был настолько, значит, активным в политическом смысле, знал, что происходит в мире, что в Абхазии. Я просто по себе это знаю, потому что я сам с 24-х лет активно вот в этом варюсь, во всем, в политике нашей. Ну, оно политизировано было в силу вот тех обстоятельств, которые, исторических, с которыми столкнулось наше общество. Это постоянная борьба за выживание. Как бы вы оценили вот общественно-политическую ситуацию в стране? У нас уже говорили выше об этом немножко. Я бы оценил ее как сложную. Несмотря на то, что одни хотят ее слишком, значит, гиперболизированно представить, как взрывоопасную, другие пытаются смягчить эту ситуацию. Нужно искать выход из ситуации, потому что могут быть совершенно разные варианты развития ситуации. И власть, и общество, и оппозиция, они все должны учитывать все эти возможные варианты. И особенно власть должна учитывать худший из них. И думать, как его предотвратить. Мы уже в течение длительного времени говорим о том, что необходимо было сформировать такое правительство народного доверия, в которое вошли бы и другие политические силы. Мне кажется, в то время, по тем контактам, которые у меня были с разными сторонами, это можно было сделать. Но, к сожалению, это не было сделано. Понимаете, мы уже в течение... Вот как у нас были первые выборы альтернативные, после Владислава Григорьевича Арзенба, с тех пор у нас раскол в обществе появился, и он только усугубляется. И его можно, и проблему эту нужно решать в первую очередь, и нужно решать ее сверху. И чем дальше мы идем, и чем больше углубляется этот кризис, тем труднее находить из него выход. Ваша политическая партия, она центристская? Я вообще не хотел бы такие термины употреблять. Да, на политическом поле всегда существует левый, правый, центр, это все есть. Мы так о себе не заявляем, мы критикуем власть там, где считаем нужным ее критиковать. В частности, мы резко критиковали по поводу правоохранительной системы, по поводу тех фактов, которые имели место в последнее время, это похищение людей и другие такие преступления. Мы высказывались по поводу того, что не выполняются многие обещания, которые давались во время выборной кампании. Ну, те же реформы, о которых мы сегодня с вами говорим, о которых ожидало общество. Но вместе с тем мы за конституционный путь развития исключительно. Я еще раз хочу всех предупредить о той опасности, которая может возникнуть в результате вот этих перманентных, постоянных смен власти и переворотов. Вот такая ситуация, она имеет свое название в политике международной. И мы можем превратиться вот в такую банановую республику. Банановую республику называют те страны, где постоянные и частые перевороты. Почему бананов? Потому что обычно это происходило в Латинской Америке или в Африке. Постоянно вот это перевороты, перевороты и перевороты. Если это будет происходить, этого не будет конца. И это погубит наше государство. Поэтому мы все ответственно должны к этому относиться. Я не хочу сказать, что готовится какой-то переворот, с моей точки зрения. Но, понимаете, в такой ситуации, когда очень большое недовольство есть в обществе, оно понятно, это недовольство. Оно будет еще долго, несмотря на то, кто будет президентом Абхазии. Потому что нет того уровня благосостояния у людей, которое они хотят, которое они требуют. Нету, его долго не будет. К этому нужно идти долго, терпеливо и последовательно. Своим исключительно трудом. И при той общественной атмосфере, в которой существуют, собрания больших людей, массы людей, могут привести совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому я бы попросил всех ответственно очень относиться к нашей хрупкой, пока еще не ставшей твердой на ноги государственности. А она не стала твердой на ноги в течение этого времени, более 20 лет, только потому, что у нас продолжается вот это расслоение, раскол в обществе. И мы не сможем добиться ни одной цели, не объединив наши усилия. Мы именно поэтому топчемся. Мы именно поэтому недостаточно хорошо живем, потому что мы направляем свои основные усилия не на созидание, а на конфронтацию. Вот когда мы это поймем и сообща начнем действовать в плане экономического развития, в плане других каких-то социальных вопросов, тогда мы сможем более эффективно развиваться. Мы сможем сделать Абхазию процветающей страной, если вместе за это возьмемся. А чтобы мы вместе за это взялись, нужно, чтобы у руководства и у других политических сил достаточно было разума сесть и договариваться. Сергей Мирович, вот на такой ноте я завершаю с вами беседу. Спасибо, что пришли и поделились воспоминаниями о том, как принималась Конституция и своими мыслями по поводу дня сегодняшнего. Спасибо, всех хочу поздравить. Сегодняшним замечательным днем, это может быть один из самых важных праздников в нашей стране, который дал нам путь, указал нам путь демократического развития. Всех граждан Абхазии я поздравляю. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был депутат парламента Сергей Шамба. Мы продолжаем выпуск. На 90-м году ушел из жизни Фидель Кастро, лидер Кубинской революции. Он олицетворял целую эпоху, был одним из самых ярких политиков в мире. Из-за проблем со здоровьем в 2006 году Фидель Кастро временно передал полномочия своему брату Раулю, а в 2008 году официально ушел в отставку с поста руководителя Кубы. В конце весны 1963 года премьер-министр Кубы Фидель Кастро прибыл с визитом в Советский Союз, а 29 мая первый секретарь СК КПСС Никита Хрущев вместе с заокеанским гостем приехал в Абхазию. Почетных гостей сначала пригласили на одну из сталинских дач, а потом горячо принимали в селе Дурибш. Жителям села Кастро запомнился как скромный и простой в общении человек. В 2016 году вышел фотоальбом, посвященный этому историческому визиту. Фотограф Константин Таркил успел запечатлеть Фиделя Кастро в неформальной обстановке. На сегодня это все, о чем мы планировали вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин